Полуобязательная вакцинация, разгон конвоя свободы, закрытие счетов организаторов, рост цен, цензура и монополия больших компаний. Уверен, вы слышали хотя бы часть этих заголовков. Я думал, что все пройдет мимо меня, но меня тоже зацепило. И от всего этого становится страшно. В общем, давайте поговорим, что плохого произошло в Канаде, почему я стал покупать серебро и как я готовлюсь к будущим мировым катаклизмам, которые обязательно когда-то будут. Привет из Канады! Меня зовут Алекс Павленко. Обычно на этом канале мы с командой позитивно рассказываем, что в Канаде все хорошо и стоит задуматься об эмиграции сюда. Это отличная страна для жизни и практически во всех рейтингах занимает топовые места. Самое главное, на мой взгляд, достижение в 2021 году Канаду признали вообще лучшей страной мира. Увы, несмотря на первые места, в Канаде с каждым годом становится жить тяжелее. Сразу замечу, что в других странах все еще хуже. Но если вы собрались сюда переезжать, лучше трезво взглянуть на свои возможности. Простой пример – стоимость недвижимости. Мы приобрели свой первый дом с бассейном практически сразу после переезда в 2016 году. Дом стоил 410 тысяч канадских долларов. И годовая ставка по ипотеке была около 2%. Кому интересно, я записывал обзор дома. Можете посмотреть, в каких условиях мы жили. Ссылку оставлю в углу экрана и в описании к этому ролику. Через несколько лет мы решили переехать в Атаву, столицу Канады. И продали жилье где-то на 100 тысяч долларов дороже. Ставьте лайк, если согласны, что получилась хорошая прибавка. Проблема только в том, что второй дом, который мы купили, тоже вырос в цене и больше, чем на 100 тысяч долларов. Если смотреть стоимость нашего первого дома в конце 2022 года, он стоит почти в 2 раза больше, чем когда мы его покупали. Мне вот интересно, на сколько процентов за последние 6 лет вырос ваш доход в пересчете на доллары? Сомневаюсь, что на 100%. Напишите в комментариях. Мало того, что цены на недвижимость выросли, в этом году значительно подросла процентная ставка по ипотеке. Если не ошибаюсь, сейчас она в Канаде 5,5%. Это означает, что много людей не сможет приобрести жилье в кредит и они будут снимать. Но тоже дороже, чем когда мы эмигрировали в Канаду. Первый огромный дом в пригороде Монреаля мы арендовали за 1400 канадских долларов. Сейчас таких цен просто нет. Насколько я знаю, подобная картина с дороговизной не только в Канаде, она по всему миру. До Канады мы жили в Польше, за 6 лет там цены тоже очень подросли. Знакомые ребята называют сумасшедшие текущие цены на квартиры и просто аренду. Давайте немного затронуть тему инфляции. Когда мы переехали в Канаду, то она держалась на уровне 2-3% годовых. По официальным данным, в 2022 году она составляет уже более 8%, и это очень заметно. Давайте личный пример. Мы ездим в гипермаркет за покупками где-то раз в неделю. Первый раз, когда пришлось заплатить значительно больше среднего чека, я подумал, что купили что-то нестандартное. Но сейчас кошелек точно заметил подорожание, и мне кажется, там явно больше официальных процентов инфляции. И опять же, если вспомнить повышение зарплат, вряд ли индексация успевает за инфляцией. Из-за войны в Украине огромное число беженцев разъехалось по разным странам. Канадское правительство запустило специальную программу для временного нахождения украинцев под названием ОАЕД. С одной стороны, благое дело, с другой же, принимаются все подряд без проверок, что сказывается на безопасности, и в очередной раз замедлило рассмотрение документов других кандидатов, которые годами ждут решения по выдаче ПМЖ или просто визы. Нам, например, пришлось перенести учебу десяткам студентов, потому что практически никто не получил визу до первого сентября. Украинцам, которые переехали, достаточно неплохо помогают как канадцы, так и эмигранты. То бесплатно предлагают пожить, то мебели необходимые вещи подарят, то просто оказывают психологическую поддержку. Есть и денежная помощь. Каждый взрослый покоед может получить 3 тысячи канадских долларов, ребенок – полторы тысячи. Будь моя воля, я бы и 10 тысяч долларов каждому раздал, нужно понимать, что халявы не бывает, кто-то за это должен платить. На момент подготовки сценария я нашел официальную статистику, что было одобрено около 230 тысяч виз. Не знаю, какая там доля детей, пусть половина. Получается, если все приедут к канадскому правительству, надо будет найти более половины миллиарда долларов. Где его взять? Или напечатать много денег, что увеличит инфляцию и цены в магазинах, или же за счет налогоплательщиков. Когда обработают все заявки по Куайет, а их уже почти 550 тысяч денег понадобится еще больше, и проблема увеличится. Значит, что самое противное. Я слышал про специальные туры в Канаду, когда семьи с детьми, давно проживающие в Европе, прилетают в Канаду, получают пособие и возвращаются к себе домой. Тему с вакцинацией затрону кратко. В Канаде жители в основном доверяют правительству и медикам. Когда они сказали, что надо уколоться, то большинство так и сделало. По официальной статистике полностью вакцинировано более 83% человек. К сожалению, в этих данных нельзя найти долю людей, которых принудили. Увы, несогласных просто увольняли. Невакцинированным нельзя было пользоваться поездами и самолетами. То есть, в принципе, нельзя было улететь из Канады. Сейчас это ограничение, к счастью, убрали. Возможно, вы смотрите это видео в будущем и все поменялось в худшую сторону. Рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. В нем мы публикуем последние главные новости из Канады. В начале года к нам в Отаву приехали дальноводчики, которые устроили протесты на тему обязательной вакцинации. Их разогнали и организаторов посадили в тюрьму. После этого часть канадцев заявила, что их права нарушены. Хочу внести ясность. Сам я добровольно вакцинировался и верю в науку, но часть ограничений считаю перегибом. Что касается подавления протестов, правительство их терпело достаточно долго. От жителей Отавы было много жалоб на шум и перекрытие дорог. Думаю, в других странах более жестко и быстрее всех бы разогнали и тех же организаторов суд в итоге выпустил. Тут интересна другая деталь. Когда собирали пожертвования на конвой свободы, то заблокировали доступ к счетам. Про банкротство банков в Канаде я не слышал. В Украине у меня был более печальный опыт, но все же это звоночек. В любой момент ваши деньги могут быть заблокированы и вам сложно будет доказать свою правоту. В конце августа ко мне прилетело письмо из Amazon. В нем было написано, что мне закрыли мою учетную запись из-за неких санкций. Кто не знает, Amazon это очень крупный интернет-магазин. Я им пользовался на протяжении последних шести лет и потратил десятки, если не сотни тысяч долларов. В Канаде сайты, по большей части, отстойны. Часто подвисают и неудобны. Amazon — исключение, к тому же там удобно отслеживать изменения цен и доставка быстро работает. И тут раз — я всего лишился. Ответил на email — в ответ тишина. Для того, чтобы открыть страницу с чатом поддержки, надо войти в учетную запись, а она у меня заблокирована. Где-то в гугле нашел телефон Amazon, позвонил туда, но тоже пока без результата. Я до сих пор не знаю, в чем виноват. Подозреваю, что все из-за того, что открыл учетную запись Amazon очень давно. У меня там был прописан один из адресов доставки в Донецкую область. Вроде бы я ни разу ничего на него не покупал, я там не живу уже 16 лет. Сейчас там пока что территория ДНР, скорее всего, тупой робот заблокировал запись из-за каких-то санкций. Мало того, что у меня пропала возможность совершать покупки, у меня сбросились настройки электронной книги Kindle, на которой я читал книги, за которые платил деньги. Они больше не доступны. Сегодня 13 сентября и до сих пор не получилось разблокировать учетную запись. Так что монополии — это зло. Вы привыкли пользоваться товарами и сервисами международных компаний и думать, что так будет продолжаться всегда. События этого года показывают, что это не так. Когда я жил в Украине, там заблокировали мой любимый сайт по фильмам «Кинопоиск» и другие сервисы Яндекса. В России заблокировали Инстаграм, ТикТок и другие сайты. Я еще удивился, когда узнал, что из России нельзя зайти на автотрейдер.ca — это крупный канадский сайт с объявлениями о продаже машин. Международное сообщество заблокировали оплату из России с помощью банковских карточек и закрывает свои компании тоже там. Прошу рассмотреть названные примеры не с точки зрения, кто виноват и так им не надо, а с той, что все может повториться с каждым человеком без привязки к его гражданству. Вернусь к Амазону. Думаю, я проживу без него, хотя будет неудобно. Хуже, когда вы несете прямые денежные потери и ничего не можете с этим сделать. У меня есть знакомая, которая успешно продавала товары на Амазоне под своей торговой маркой. Ей произвели партию продукции, и она отправила ее на склад Амазона. Доставка потерялась, и Амазон просто заявил, что ничего не получал. Девушка ничего не смогла сделать. Ко всему плохому лучше готовиться. Вот я на днях вспомнил про своих одноклассников и решил поискать, как у них жизнь сложилась. Напомню, я сам с Донбасса. Часть людей разъехалась по заграницам, у них вроде все хорошо, но многие остались на родине. Ребята, это страшно. Мой школьный друг стал приверженцем ДНР и в соцсети публикует свои завтраки, состоящие из кильки с хлебом. Сам он на фотках часто с фингалами, и вообще внешность помятая. Виды из окон, скорее всего, у него не такой, как у меня сейчас. Мы с Иванкой, наверное, почувствовали, что будет что-то нехорошее, поэтому в далеком 2006 году переехали с Донбасса в Киев, а потом добрались и до Канады. А могли оставаться на родине, у нас все было относительно хорошо и не все поддерживали наше решение двигаться дальше. Сейчас у меня тоже есть какое-то неприятное чувство тревоги, поэтому решил подготовиться. Не буду вслух говорить к чему, чтобы не приближать события. У меня есть несколько канистр с бензином, хочу еще генератор купить. Есть немного продуктов из рациона для выживания, планирую записаться на получение лицензии на охотничье рожье. Но все занято, другие канадцы тоже чувствуют беспокойство, наверное. Честно скажу, когда я переехал в Канаду, то почувствовал спокойствие и надежность. В Украине после того, как меня несколько раз кинули финансовой организацией, стал хранить деньги дома в сейфе. В Канаде же я открыл для себя инвестиции в ценные бумаги. Люблю эту тему и записывал несколько роликов, оставлю ссылку в углу экрана и в описании к ролику. После всех перечисленных недавних негативных событий я не стал забирать деньги, но вместо дополнительных инвестиций в акции и облигаций стал понемногу покупать золотые и серебряные монеты. Вот, например, монета, которую выпускает Королевский канадский монетный двор, она не только красивая, она еще из чистого серебра весит 10 стройских унций. Мне нравится, что подобные монеты нельзя просто так напечатать, как бумажные деньги, поэтому надеюсь, что они сохраняют свою ценность во время предстоящего кризиса. Также стоимость может вырасти из-за коллекционной составляющей. Вот этот слиток такого же веса, как монета, его выпускает британский монетный двор и он вышел тиражом всего 6100 экземпляров. У меня также есть немного золота, но чтобы не грузить вас этой темой, оставлю ссылку на ролик в углу экрана и также в описании. Почти месяц летом мы путешествовали по США и заезжали в различные магазины монет. В некоторых в наличии ничего не было. Американцы разбирают золото, серебро и оружие. Тоже к чему-то готовятся. Я надеюсь, что все-таки ничего плохого в будущем не случится и учетную запись в Амазоне у меня разблокируют. Монеты не придется менять на хлеб с мясом, пусть это останется у меня новым хобби. И на этой позитивной ноте буду закругляться. Напишите в комментариях, чего вы ждете в будущем, столкнулись ли с блокировками и какое у вас вообще настроение. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, дергайте колокол и смотрите другие ролики о переезде в Канаду и об учебе. До встречи в Канаде! Небольшое дополнение к теме ролика. Сегодня меня заблокировали еще на хитхантере. Я оплатил несколько вакансий для поиска сотрудников из Казахстана, но что-то не понравилось администрации сайта, поэтому больше не могу заходить в личный кабинет и деньги, конечно, не вернули. Привет большим компаниям!